В средней школе номер 25 города Шимкент сегодня стартовала вакцинация детей американским препаратом Pfizer. К слову, для этого всего в Шимкент завезли 46 800 доз американской вакцины. Прививку смогут получить дети в возрасте 12-17 лет с письменного согласия родителей, а также беременные со сроком 16-37 недель, а также кормящие женщины спустя 42 дня после родов. С сегодняшнего дня школьников начали вакцинировать американским препаратом Pfizer. По обновленной информации, сегодня в школе номер 25 прививки от коронавируса получили 6 детей. Все они ученики 10-11 классов, части из которых пришли на вакцинацию вместе с родителями. Одна из них Мирей Алдоберген, ученица 11 класса школы гимназии номер 25 имени Рыскулова. По ее словам, она заранее получила разрешение от родителей. «Я считаю, вакцина поможет нам победить коронавирус. Со мной согласны и мои родители. Поэтому они дали свое согласие на мою вакцинацию. Это поможет мне переболеть легко. Призываю всех принять вакцину против ковида. Мы должны нести ответственность за наше здоровье и здоровье наших близких». Вакцину против вируса школьники могут поставить только с согласия родителей. Их не прививают, если в семье против мати или отец. «Очень переживаю за Мирей. Однако мы понимаем, что необходимо принять вакцину против коронавирусной инфекции. Это единственное верное решение, от которого зависит здоровье и даже жизнь». На сегодня в нашей стране вакцинацию подросткам в возрасте 12-17 лет будет проводиться вакциной Pfizer, которая одобрена в ВОЗ и является единственной вакциной, рекомендованной для вакцины подростков старше 12 лет и беременных. Проведение вакцинации указанных контингентов в республике основано на опыте других стран, таких как США, Германия, Великобритания, Израиль, Бельгия и Индия. «Любая профилактическая прививка, включая прививку против коронавируса, проводится только с информированного согласия родителей на вакцинацию. Информированные согласия собираются заранее в процессе планирования и составления списка подростков, подлежащих вакцинации». На прививку приглашаются по заранее составленному списку только тех, у кого есть подписанные родителям согласия на вакцинацию. По желанию родители могут присутствовать при вакцинации своих детей как в поликлинике, так и в школе, отмечает руководитель управления здравоохранения города Бакаджан Пазилов. После введения вакцины Pfizer против коронавирусной инфекции медицинское наблюдение проводится в первые 30 минут после введения вакцины. При этом будет учитываться соблюдение физического дистанцирования в помещении для проведения медицинского наблюдения. В последующем меднаблюдение проводится в течение последующих трёх дней путём обзвона родителей или законных представителей привитых подростков. При этом медицинское наблюдение проводится как в школе, так и со стороны медицинской организации по месту прикрепления. После получения прививки детей провели в комнату и огостили чаем. Там они провели около 30 минут. В целом за состоянием привитых медики будут следить ещё три дня. Оружен Жиринбаева, Ассалбек Мансурхан. Новости.